Финальные игры в возрастной группе 2002 года рождения и младше приготовили для всех болельщиков чемпионата настоящий смотр будущих футбольных талантов области. Разумеется, финальная часть игр в этой группе началась с матча за третье место. На поле лоб в лоб сошлись команды Разлив, Подеринская и Феникс. После недолгой разведки боем футболисты Феникса учинили полномасштабную осаду в ворот соперника, логичным итогом которой стал гол в исполнении лучшего бомбардира команды Андрея Мотосова. Вскоре Феникс удвоил свое преимущество, соорудив взятие ворот при помощи хорошо отлаженной командной игры. После перерыва рисунок не изменился. Феникс, потерпевший обидное поражение в полуфинале, продолжил наседать на ворота оппонента, нередко тревожа голкипера соперника. Разлив, в свою очередь, лишь изредка отвечал относительно опасными контратаками. При таком раскладе очередное взятие ворот Разлива уже не выглядело чем-то неожиданным, и вновь на острее атаки оказался вездесущий Андрей Мотосов. И лишь после этого футболисты Разлива сподобились на то, чтобы провести результативную атаку. Однако этот успех им развить не удалось. Напротив, Феникс реализовал еще один из своих многочисленных моментов, тем самым оформив окончательный счет матча за бронзовой медали 4-1. Команду Феникс можно на 100% назвать дворовой. Все игроки выросли и играли в одном дворе. Сейчас они мотивируют себя на больший успех и считают третье место достижением. Мы хотели очень сильно победить. Мы проиграли, конечно, в полуфинале по пенальти, было обидно, но мы радуемся, что выиграли третье место. В свою очередь в финальном поединке встретились те, кто, наверное, и должен был в нем встретиться, а именно футбольные клубы «Милан» и «Фортуна». Уверенно пройдя групповой этап и стадию плей-офф, эти соперники готовы были биться до последнего ради победы в решающем матче. Стоит отметить, что в ходе гладкого турнира «Милан» был сильнее с минимальным преимуществом 3-2. По мнению многих специалистов, решающий перевес в данной встрече должен был получить тот, кто совершит меньше собственных ошибок, и в конечном итоге так и произошло. Цепляясь за каждый мяч в любом эпизоде и ничем не уступая своему сопернику, игроки «Фортуны» совершили единственную ошибку, которая впоследствии стала фатальной. Защитник, откатывая мяч своему вратарю, срезает его в собственные ворота. Имея в распоряжении достаточное количество игрового времени, «Фортуна» бросила все силы в нападение, но «Милан» выстоял. Подобно лучшим образцам игры «Росанери», «Милан» сумел засушить игру и оставить минимальное преимущество 1-0. Триумфальная победа «Милана». Они уничтожили, начиная с группового этапа. Но значит ли это, что у них нет соперников в Курганской области? На этот вопрос ответил лучший защитник Антон Киселев. Ну почему же? Есть, конечно. Ну кто? Ну много. Например, вот та же «Фортуна». Это, может, сегодня мы выиграли, завтра могли проиграть. В ходе церемонии награждения самых юных футболистов ждало немало приятных сюрпризов. Всех призеров турнира ценными призами поощрил партнер проекта «Магазин «Зима-Лето». Также каждого призера отметила фруктовая компания «Лето». Наша фруктовая компания «Лето» поддерживает такие мероприятия, потому как мы считаем, что спорт, здоровый образ жизни – это наше будущее, это будущее наших детей. Показав игру в сценарий, который достоин лучших голливудских блокбастеров, финалисты получили приглашение от кинотеатра «Мегафильм». И, разумеется, генеральный партнер турнира, оператор сотовой связи «Мотив», поручил чемпионам футбольный мяч собственным логотипом. Кристина Пестерева, Евгений Каргопольцев, информационное агентство «Курганру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова